А Леонид ушел, по-моему, да? Не, он в центре зала. А, в центре зала, да. Будет проще выступать после Леонида Ирбековича, чем перед... Я думал, я после предыдущего докладчика буду выступать, но там такое философское рассуждение, а здесь вот практическая некоторая идея, и мы тоже о некоторых практических идеях сейчас расскажем. У нас будет два доклада, вот один вот так называется, и я хотел на него меньше внимания обратить, но и в основном на второй доклад обратить внимание, но вот именно презентация Леонида Уруцкоева, она дает основания, может быть, немножко больше вот на этом остановиться. Да, сделано в лаборатории НЛИС, в основные два сотрудника, это вот я и Дмитрий Сергеевич Баранов, которые эту работу делали. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, ну вот, было вступление в предыдущем докладе относительно достижений, которые были почти 30 лет представлены Флешман и Понсом, и они, имея все основания сказать, что это не ядерные реакции, тем не менее сказали, что это ядерные реакции, вот, и весь мир в течение почти 30 лет ищет ядерные преобразования вот в этом процессе, который мы на нашей конференции изучаем. Ну и здесь я также вот перечислил об этом, и Уруцкоев говорил, вот некоторые типы этих, значит, типы устройств, в которых эти реакции реализуются. Это только некоторые, но основные здесь перечислены. И вот одно из направлений, это ядерная трактовка процессов, и мы считаем, что она имеет право на существование, но она является следами, по нашему мнению. Следами. А основные процессы связаны с электромагнитными процессами. Кстати, вот предыдущий доклад также, по сути дела, содержит некоторые элементы того, что это электромагнитный процесс, в первую очередь, а не ядерный, потому что вот та норма, о которой говорилось, это не опираться на, значит, на вес, там, скажем, ядра углерода, или там, скажем, нейтрона, а опираться на атомный вес, скажем, углерода, например, атома, а не ядра. Ну, это уже какой-то шажочек к тому, чтобы учитывать электромагнитные явления. Ну, и мы здесь вот покажем, я очень быстро пробегусь, но попробую перечислить наши какие-то основные идеи в этом направлении. Вот здесь они, три некоторых позиции здесь указаны. Первая позиция, что мы обратили, флешманы, понс на это обратили внимание в свое время, и мы все обращаем внимание в первую очередь на энерговыделение. Вот наша точка зрения состоит в том, что это нужно отодвинуть на третье место, или, может быть, даже на четвертое, обращать внимание в первую очередь на наличие странного излучения, во вторую очередь, или, может быть, поменять их местами на изотопные и элементные изменения, и только в третью где-то очередь может быть, обращать внимание на энерговыделение. Почему? Потому что с расчетом энерговыделения, с расчетом электрической энергии, которая выделяется и вкладывается, есть некоторые проблемы. Вот я на них сейчас укажу. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, необходимо правильно рассчитывать электроэнергию. Да, я хочу обратить внимание, что все эти явления, о которых мы говорим, ведь вот для того, чтобы инициировать ядерную реакцию, совсем не нужно электричество, а вот процессы, о которых мы тут говорим, почему-то обязательно нужно электричество. Значит, вот одна из позиций важных, мы сейчас ее разберем. Следующий слайд, пожалуйста. Обратите внимание, что как, значит, анализируется энергетика, рассчитывается по закону Джоуля-Ленца или по закону Джоуля, а Ленца это, видимо, в России добавили, потому что Ленц это, значит, немец, работавший в Российской Академии Наук, но сделал это через год после Джоуля. Вот это подтвердил вот эту формулу энерговыделения при протекании электрического тока. Это открытие сделано 180 лет назад, и мы до сих пор опираемся на него как на священную корову, думая, что ничего другого быть не может. Но так ли это? И Джоуля этот эксперимент делал в определенных условиях для того, чтобы получить свою формулу, а у нас условия совершенно другие. Но тем не менее, вот даже флейшманы и понс, это электрохимики действительно, но они привлекали эту формулу и показывали, что у них энергии выделяется больше. Но может быть еще какие-то? Ведь вот нормальный экспериментатор, если эксперимент не совпадает с формулой, что он начинает делать? Он должен сделать, а формулы в этих условиях работают, почему-то этого не было сделано вообще. Вот мы сейчас покажем, что в наших экспериментах мы видим, что есть обстоятельства, которые требуют подправить формулу Джоуля-Ленса в наших условиях. Она действительно имеет свои ограничения, это очевидно. Все имеет ограничения, и даже уравнение Максвелла, и даже уравнение гравитации имеют свои ограничения. А формулу Джоуля-Ленса почему-то мы не подправляем. Основное допущение, к сожалению, нет указки, основное допущение для получения, да, почему люди верят в Джоуля-Ленса очень, потому что он получается, формула Джоуля-Ленса получается из уравнения Максвелла. Можно показать, что там есть некоторые элементы этой формулы. Но для того, чтобы это показать, необходимо допустить, что дивергенция G равняется нулю. Дивергенция G в среднем в куске металла, там, проводе, она действительно бывает, наверное, равна нулю. Но если вы возьмете локально процесс, он никогда не может быть в условии, чтобы дивергенция G равнялась нулю. Потому что электрон двигается с ускорением. Во-первых, уже автоматически дивергенция G не равна нулю. А во-вторых, электрон, продвигаясь по проводу, он сталкивается с атомами, с ядрами, или с атомами, что тоже приводит к условиям, когда дивергенция G не равна нулю. И в этих условиях, когда дивжин не равна нулю, эта формула не работает. Следующий слайд, пожалуйста. Вот как устроены... Мы работали многие годы с никель-водородными теплогенераторами, как мы их называем, аналогом Росси, Пархомов этим занимались, и мы много лет этим занимались. Кстати, прекратили эти эксперименты временно, прекратили эти эксперименты примерно 8 месяцев назад, потому что мы поняли, что странное излучение, которое идет из этого генератора, оно очень, очень вредит экспериментаторам, которые вокруг располагаются, и оно непрерывно. Я покажу действуют на экспериментаторы, и я немножко позже скажу, в чем это воздействие вот у нас, по крайней мере, было. Вот смотрите, как устроено. Значит, вот это схема никель-водородного теплогенератора, а вот это некоторая объясняющая картинка. Вот провод, вот две клеммы с подачей электрического напряжения, вот провод, соединяющий эти две клеммы, и этот нагревающий проводник, обычно мы его делаем из вольфрама, окружен некоторой средой, которая есть частицы 10-микронного, например, размера никеля, и все это находится в атмосфере водорода. Вот таковы условия наши. Джоуль, когда свою формулу выводил, у него проводочек один был, а у нас вот такие условия. Почему мы должны применять формулу Джоуля-Ленса? Надо доказать, что это в этих условиях работает. Вот мы в своих экспериментах обнаружили, что видимо есть условия, что есть серьезные нарушающие условия применения этой формулы. У Пархомова, у него немножко другая ситуация, но я сейчас не буду из-за неимения времени уходить в анализ экспериментов Пархомова, но там примерно такая же ситуация, может быть показано, что и у него тоже дивергенция Жи равно нулю не выполняется. Следующий слайд. Ну вот здесь формулами показано то, о чем я уже говорил. Следующий слайд. Да, и правильный расчет энергии электрической, электромагнитной, которую мы вкладываем в некоторый объем, нужно вычислить вот такой интеграл Жи на Е по всему объему, не только по проводу. При расчете Джоуля-Ленса мы только по проводу это делаем, а вот по всему этому объему нужно сделать, вычислить вот этот интеграл. Вот если вы это сделаете, тогда у вас больше оснований говорить, что вы правильно рассчитали электромагнитную энергию, которую вы вкладываете в систему. Следующий слайд. Вот что мы увидели, почему у нас возникли основания. Да, но все это теоретизирование, и я вот в первую очередь вот товарища, который Черноху рекламировал, могу сказать, что на наш взгляд, ну может быть на мой лучше так сказать взгляд, нужно двигаться от эксперимента, в первую очередь. От эксперимента, а не от теории. Хотя вы прямо сказали, что теории, надо от теории спускаться к эксперименту. Значит, что мы увидели вот в этих вот никельно-бородных генераторах? У нас постоянно возникали вот такие вот вот такие вот берсты. Вот такие берсты. вот частота примерно примерно 1 МГц, 10 МГц, 30 МГц. Вот это типичная картинка типичная картинка социллографа. Рядом с ну ты слушал доклад два раза. Ну еще раз отвечу на этот вопрос. Рядом с генератором мы располагаем значит антенку, которую выводим на социллограф. вот это картинка социллографа. Спасибо, Саша, за помощь. И вот на социллографе мы видим вот такие картинки. Причем обращаем внимание, в основном идет шум. Вот так вот идет шум. И только иногда вот такие вот всплески. Иногда эти всплески идут очень-очень часто. вот иногда их надо ждать этих всплесков. Следующий слайд, пожалуйста. И мы подумали, что значит там в этой среде возможно есть какие-то явления, которые вот периодически возникают. Какое это явление? Вот это схема нашего рабочего тела. Вот типичный размер это 10 минус пятый метр. Это вот такой вот значит шарик небольшой никеля. И между ними все это насыщено водородом. И эта среда вот где-то здесь проходит электрический провод сверху. И здесь он формирует электрическое поле между этими частицами. Вот оно здесь схематично показано. И это приводит к пробою. Причем обращаю внимание, что есть известные критерии пробоя, которые устроены так странным образом, что чем меньше пробойный промежуток, тем труднее пробить. И это понятно, потому что для того, чтобы пробить, нужна лавина. А если очень маленькое расстояние, лавину не организуешь. Так вот нагрев, а нагрев у нас до 1200, а Саша вообще до 1500 Цельсия греет, приводит к тому, что возникает термоэлектронная и термоионная эмиссия, потому что эти частицы насыщены водородом, и это очень важно. И они излучают водород при нагреве, и поглощают, излучают водород, и возникают вот такие пробойные явления. Следующий слайд. Мы это попытались увидеть и увидели на экспериментах не на никель в водородных генераторах, а вот здесь следы пробоев на частицах никеля, которые наклеены на по сути дела на изоленту, и на которых поданы напряжения на эту изоленту, и мы видим, что там постоянно возникают пробои при не очень высоком поле. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, мы приходим к выводу, что правильное применение формулы Джоуле-Ленса должно содержать, добавить еще какой-то член, вот этот член, это есть то, что выделяется в проводе, а вот этот член, вот этот интеграл, это то, что выделяется в среде вокруг провода, она тоже должна быть учтена, и тогда, если мы рассчитываем COP, коэффициент, вот таким образом, NE делить на вот эту величину, мы всегда будем получать коп больше единицы. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот здесь некоторые расчеты такие, я их по-быстрому хочу рассказать о них. Суть такая, что как же так, у нас там всего 100 вольт, как может что-то там вообще серьезного быть. И тем не менее расчет показывает, что вот эти частички, это микроскопические конденсаторы вот в этой середе, конденсаторы, капаситоры вот в этой середе, вокруг этого провода, которым мы подводим электричество. Это все приводит к тому, что они заряжаются, разряжаются, заряжаются, разряжаются, и этот процесс генерирует те сигналы, которые мы видели на осциллографе. И можно показать очень, что несмотря на то, что эти конденсаторы очень маленькие, но они работают при очень высокой частоте, 10-15 примерно герц, и маленький каналчик, который с очень высокой частотой работает, он может пропустить очень много. Следующий слайд. Оценки тут делаются этой частоты, о них я уже сказал. Следующий слайд. Пропустим. Таким образом, нужно уметь правильно рассчитывать электроэнергию, которую вы вложите в систему. Это одна из ключевых понятий, если вы электричество подаете в систему, а мы все подаем электричество. Мы, кстати, занимались нагревом вот этой никелеводородной Дмитрием Сергеевичем, в отличие от многих, занимались нагревом никелеводородной среды с помощью газа. Мы многими способами, в том числе и микроволновыми излучениями, и с помощью газа. И могу вам сказать, что с помощью газа никаких таких возмущений не наблюдается. То есть, электричество принципиальным является вопросом. Нагрев с помощью обычных таких теплотехнических способов не приведет к процессу. Следующий слайд. Ну, тут вот такое философствование пропустим. Вот. И было бы очень... Да, и таким образом нужно правильно уметь рассчитывать вложенную электромагнитную энергию. Но если бы дело было только в этом, это было бы очень скучно. И чем же люди 30 лет занимались и вот такие конференции собираются, то там есть еще некоторые процессы, которые, на наш взгляд, на современном уровне являются с энергетической точки зрения вторичными. Первичными в них самое интересное это, еще раз я скажу тезис, которого я начал, это наличие странного излучения и это трансформация, как предлагает говорить Леонид, или как написано в названиях нашей конференции, трансмутация. То есть, это два основных понятия. А энергия это вторично. Там можно ошибиться, вот я уже сказал, сложены, с не ложены. А вот эти вещи точно есть. Мы их видим. Они убивают людей. Поэтому мы, вот мы с Дмитрием Сергеевичем восемь месяцев назад приняли решение пока приостановить наши эксперименты, потому что до тех пор, пока мы не научимся защищаться от этого излучения. не поймем его природу и не научимся защищаться, потому что это крайне опасно. Здесь будут доклады на эту тему. Вот я знаю, Шишкин будет показывать, что это чрезвычайно энергетически активные воздействия на человека. Чрезвычайно. И хотя его не так много, потому что эти устройства с точки зрения генерации вот этого излучения, то, что мы изучаем, очень неэффективные. Мы еще не понимаем, как их правильно запускать, но даже вот эти неэффективные устройства убивают экспериментаторов. Но есть несколько процессов, которые могут что-то нам подсказать, и вот о них сейчас я хочу рассказать. Вот Леонид здесь свою точку зрения, откуда же там может 10К взяться? А мы сейчас покажем еще варианты. Физика природы, вернее, она многогранна, она если ничто, ничего не отменяет, вот что надо понимать. Если природа так устроена хитро, что если есть возможность реализовать этот, 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 физики устроены так, я вот это понял, и только так может устроена быть жизнь. Природа не так устроена. Если есть возможность и это, и это, и это, пусть с разными вероятностями, она все реализует. И вот это очень важно. Поэтому мы сейчас покажем дополнение к тому, что вот Леонид показал, и некоторые еще процессы, которые тоже могут отвечать за вот эти вот явления. Итак, первое, это вот образование и распад Иона Барута Вежье. Следующий слайд. Значит, ну вот это было предложено Барутом прям сразу после, значит, флешмана японца, буквально через три месяца, в июне уже была опубликована статья Барутом о том, что вот такая структура протон электронная устойчиво может существовать. И Он Барута. Потом, в 93-м году к этому присоединился Межье, который почему-то предпочитал не ссылаться на Барута. Ну, эти данные нам предоставил Николай Владимирович Самсоненко, которого здесь многие хорошо знают. Следующий слайд. Вот здесь показана фотография здесь интересная. У нас 25-е юбилейное. Вот это фотографии с первой конференции. Вот с первой конференции. Вот, Дим, подскажи мне, вот в центре стоит Баранов. Вот, Баранов. Вот он. Дима, встань, пожалуйста, покажись людям. Похож немножко. Это 1993 лет. 25 лет ago. Ну, вы забыли сказать организатор. Теперь, значит, вот здесь Юрий Николаевич стоит. Видите, что-то он как-то очень хмур. Дим, рядом японец это кто это? Такахаши. Значит, вот это вот Вежье с женой. Его уже нет. Вот это американец какой? Майлз. Американ физикист. Майлз. Он жил у Бажутова. Вот. Они на поезде ехали, значит, вот, из оправдывал сот. Макубри покажи. Ключевой человек в этом. Макубри, такой молоденький, значит, вот здесь, это вот патриарх вообще всей этой науки. Так, вот он вот ценили, уважали с огромным, значит, вот внимание относились к русской науке. и вот Макубри, он сейчас патриарх вообще всей этой деятельности. Вот он приехал, значит, вот на эту нашу первую конференцию. И у нас здесь единственный участник, это вот той первой конференции, это Дмитрий Сергеевич. Следующий слайд, пожалуйста. Дим, слайд, давай. Сидит, пожинает лавру и заснул. Итак, и он Барут это Вежье. Значит, как устроен атом водорода, ну, наверное, тут все более-менее представляют. А вот Барут предположил, что существует еще устойчивая структура, которая вот так выглядит. Электрон располагается в центре, а протоны располагаются по краям. Вот. Эта структура также является устойчивой. Только протоном нужно начать вращаться, ядром начинает выступать этот самый электрон. А протоны начинают вращаться вокруг этого электрона. И вот здесь рассчитаны уровни квантово-механические и основной уровень минус 28 КФ. И это уже КФ возникли. Вы видите? И размер вот этого иона он очень маленький. Он на три порядка, потому что масса протонов на три порядка больше, чем масса электронов. Так устроена физика, что если большая масса должна приблизиться поближе к источнику силы для того, чтобы равновесие наступило. На три порядка масса отличается и на три порядка радиус уменьшается. Это структура очень маленькая. На три порядка меньше обычного атома. Следующий слайд. Ну и реакция как-то может вот так выглядеть. Протон протон электрон значит вот Ион Барута Вежье он имеет положительный заряд и 28 кэв выделяется в такой реакции. Ну и тут эти некоторые параметры о которых я только что говорил. Следующий слайд. Вот. Ну вот что интересно. 28 кэв ну их можно пополам поделить. Я сейчас не буду в детали входить. но скорее всего речь надо вести например о 14 кэвах. Ну вот господин Климов Анатолий Иванович наш председатель нашей конференции в своих экспериментах регистрировал значит вот пол пол кэва сигналы которые идут из его этого плазменно-вихревого значит генератора. Следующий слайд пожалуйста. И мы в своих экспериментах это вот снимок с нашего экспериментального устройства с экрана компьютера которое присоединено к экспериментальному устройству я в детали не буду входить за остатка времени обращаю внимание что бород вот этот ион бородовеже это вот этот вот печок вот но мы и вот это вот 16 примерно 14-16 кэв а вот у нас огромное количество примерно на порядок большие вот в зоне то на которые обращал внимание значит вот я обращал то что внимание в экспериментах они видны в экспериментах Климова огромное количество чего-то электромагнитного примерно пол кэва вот что это такое у нас сейчас нет даже предположения вернее предположения есть но это очень интересно это очень массовая какая-то какой-то массовый процесс он еще более массовый чем бородовеже чем образование атома бородовеже я вот здесь думаю что атмосфера дружеская поэтому я выскажу глупую может быть вы мысль но мне кажется она имеет право на существование возможно это образование пары электрон-электрон электрон-электронные пары я сейчас за не время не буду в это уходить но скажу что скажу что такое возможно если мы допустим взаимодействие электрон-электрон ну на уровне спиновых взаимодействий и эта система должна очень очень сильно вращаться там очень очень мощные вращательные движения двух электронных вокруг общего центра масс и мне кажется вот это возможно образование такой процесс может приводить к образованию к массовому образованию вот таких вот полкэвных частиц обращаю ваше внимание что вот если мы на электричество закроем глаза и посмотрим на нашу систему как на химическую систему смотрите что происходит у нас есть провод подводящий одно вещество это электроны и провод уводящий это вещество это электроны то есть это типичный химический реактор и там с этими электронами что-то происходит и вот значит вот это одна из версий это одна из версий мы ну какие-то формулки мы можем пописать но это пока домыслы следующий слайд это показывали следующий слайд вот вот ион баруто вежье может может образовываться в атом двумя способами электрон может еще один электрон потому что это же ион положительно заряженный может сесть на внешнюю арбюто вот здесь условно показан ион баруто вежье два протона на округе электрона и вот на внешнюю орбиту электрон садится вот а есть еще один способ образования нейтрального это когда вот вот ион баруто вежье а дополнительный электрон который эту систему нейтрализует садится навнутрь и образует вот эту электронную пару о которой я говорил и это наше предположение баруто и вежье почему-то побоялись этот шаг сделать вот может быть он по каким-то образом имеет запреты но я пока не вижу каких-то запрестов и там приличная энергия может выделяться в результате потому что внутри уже до 0,3 мэва там вот электроны настолько близко уже там же два электроны вот внутри сидят заряд удвоенный и поэтому протоны еще должны поджаться и это приводит к выделению дополнительной энергии следующий слайд вот ну это вот вот этот вот вот этот вот нейтральный атом который только что я показывал мы с Димой стали называть темный водород вот это наше предложение назвать вот этого образования темный водород то есть когда мы нейтральный атом из ион оборота вежье образуем путем образования пара электронов в центре следующий слайд наше время уже истекло истекло да пожалуй но вот я я так понял что у меня еще есть дополнительное время ну ну минут лучше оставить может быть на обсуждение нет я хотел другое представить самое я вообще хотел на этом меньше времени уделять это был вторичный ну мне почему-то Альбин Иванов меня ориентировал на полчаса так полчаса уже истекло полчаса у него два доклада нет двух а у него два доклада да два доклада значит я вот это сейчас все пропускаю Дим пропустим пропустим пропускай пока не забыли чем рентген мерили что такой широкий рентген мерил мерил Климов мы мы мерили его с помощью трубки гелий три трубочки вот и мы не рентген мерили мы частицы пытались ловить а рентген мерил от Климов данные данные рентгену от Климова Дим пропусти пожалуйста пропускай 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 да ну и собственно наверное тут можно уже выводы сделать давай Дим дальше дальше вот выводы Таким образом, я бы предложил все-таки смотреть на процессы, которые мы изучаем, не как на ядерные процессы, а как на процессы электромагнитные. На современном этапе, когда эти устройства работают очень эффективно, коп больше единицы, надо на это не обращать внимания, это не очень важно. А вот надо обращать внимание, пятая позиция, в первую очередь на излучение и вред его для человека. И задача на будущее, повысить эффективность этого процесса, тогда у нас эффективность, это значит больше производить вот этих частиц, и тогда мы будем иметь значительно больше интенсивности этого процесса. Спасибо, вот это основные элементы этого числа. Многое пропустить пришлось. У меня один простой вопрос, но один принципиальный. Когда вы пишете У на И вкладовую мощность, плюс еще какие-то члены, какое это имеет отношение к источнику, который дает энергию? Я из источника забираю мощность У на И, и меня не интересует, что у меня в приемнике происходит. Я это хорошо понимаю. Вы из источника набираете мощность У, умноженная на И, по формуле Джоуля-Ленса. Нет, не по формуле. А на самом деле вы из источника забираете энергию с помощью вектора поинтинга. Если вы уравнение Максвелла правильно обработаете, то вот в этот объем, где ваш аппарат стоит, втекает со всех сторон некоторая величина. И провод это только одна из форм подтекания энергии. А есть еще другая форма. А вы про нее забыли и не хотите про нее думать. Валер, ты за электричество платишь? За вектор Умова Путер или платил? Вот, 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 вот правильный вопрос. Вот, вот правильный вопрос, так? Вот правильный вопрос. Я на него отвечаю. Сейчас методы контроля использования электричества сделаны людьми, которые создали устройства, рассчитывающие по формуле Джоуля-Ленса. Вот, если все будут работать на основе, греться на основе аппаратов, значит, вот, Пархомова, этого самого, как его там, Росси. И мы с Димой тоже этим занимались и занимаемся, и умеем их делать не хуже других, а может быть в чем-то и лучше, то тогда электрическая компания обанкротится. То есть, вы хотите сказать, что, значит, просто КПД электростанции неверно меряется, да? КПД электростанции меряется верно. А вот, а вот как вы, как вы берете электрическую энергию от нее, меряется неверно. Хорошо, хорошо. Ладно, еще второе замечание. У Пархомова эта спиралька не проходит сквозь вещество, она на видо все-таки вокруг. Какая разница? Никакая разница. Никакая разница. Никакая разница. Никакая разница. У него поля выходят из провода. Я про поле говорю, я не про провода. Это я просто нарисовал для примера, чтобы было понятно. На самом деле, ну вот, товарищи ответили. Они правильно ответили. Так, ну еще вопрос. Я вам вопрос. Да, да. А русское? Валер. Все-таки, да, Экспект, вернемся, все это бороться хорошо. Основано это все на неком, то, что ты показал Экспектр. И как ты меня смутил, а я говорила, вообще, там, гелий-третий. Это был детектор гелия-третий. Это не друно. Вот это. Вот это, да. Вот меня смущает, как думаете. Что это такое? Да, тоже абсолютно правильный вопрос. Дело в том, что мы-то хотели регистрировать нейтроны. Мы хотели регистрировать нейтроны. И гелий-3 мы взяли для того, чтобы регистрировать нейтроны. Но мы в конце концов поняли, что нейтронного потока нет, но есть нечто. И это нечто мы вам показали. Мы видим пик работы. Я могу объяснить так вот. Как мы это понимаем? Это трубочка гелия наполненная, металлическая трубка наполненная гелия-М3. Как устроено вообще все это? Металлическая трубка наполненная гелия-М3, в которой в центре проходит провод с одним потенциалом, а поверхность трубки, это цилиндр, под другим потенциалом. Разность потенциалов между центральным проводом и стенкой, обычно 2-3 кВт. Когда нейтрон попадает в гелий-3, поглощается, при этом выделяется... Лень, я не для тебя, я для народа рассказываю. Так ты, наверное, это знаешь лучше меня. Выделяется гамма-излучение, которое ионизует среду водородную, находящуюся внутри этой трубочки. И в результате, значит, вот мы фиксируем ток, и можем вывести на осциллограф. И, значит, вот соотношение, можно нормировать это устройство и увидеть на источнике, которые точно знаем, сколько нейтронов выпускают. Таким образом, все основано на том, что при захвате гелия-М3 нейтрона выделяется электромагнитное излучение. Нет, нет, совершенно неправильно ты понимаешь, как работает источник гелия-М3. Гелий-3, поглощает нейтрон, превращается в гелий-четвертый. Дальше возникает 2 компоненты. Одна компонента электронная, и она первая. Дальше возникает ионная компонента, которая связана с самим гелийом. Таким образом, если ты будешь смотреть спектр, то увидишь два типа сигналов. Электронная. На одном сигнале всегда есть электронная часть ионная. Именно так работает без всяких гамма-квад. Это точно совершенно. Другой вопрос. Распад, распад, должен происходить распад и выделение гамма-кванта, иначе ничего ты там не зарегистрируешь. Вот, потому что, а для чего тебе тогда разность потенциалов нужна на источнике, на этом, на гелий-три датчике? Да, откуда они возлются? Ладно, давай в этих самых. Я думаю, что ты тоже не до конца тут, может быть, чем-то брак. Да, так вот, я все-таки хотел сказать. Так вот, здесь у нас вот это вещество, непонятное вещество, проходит через этот, напрямую проходит через этот, значит, вот датчик. Его производит там ионизацию, вызывает поток, вызывает ток, который мы регистрируем. Вот что происходит, без всякого захвата, вот что. Гамма-кванты тоже будут ионизовать гелий, и возникнет тоже тет, электрод, и ты его тоже увидишь на сроке. Только с той разницей, что если у тебя сигнал от гидрона, это где-то порядка 50 микросекунд, то вот этот от гамма-кванта ты увидишь его где-то порядка 50 микросекунд. Практически сразу. Да, да, но у нас тут вот все-таки, ну, может быть, да, в какие-то кулоры отнести. Я хочу сказать, что все это за несколькими слоями металла, и поэтому то, о чем ты говоришь, на основе, там, гаммы-то никакой нету, здесь рентген в лучшем случае, поэтому, значит, никаких таких процессов ты бы не зарегистрировал, потому что это все за слоями металла. Андрей Николаевич, а все-таки как же быть с образованием элементов и смещением изотопного состава? Ну, к примеру, у меня в системе... Я понял вопрос, за не менее времени. Там образуется серебра в 200 раз больше, чем было до того, то есть переход палладия в серебро. Я вопрос понял, да, за не менее времени я коротко отвечу. Я много чего пропустил. Вот этот самый ион Баруто-Вежье, он является очень маленьким образованием, очень маленьким. Это, по сути дела, ядерного размера, частичка, получается. Она может быть захвачена, это наш домысел. Это наш домысел, но он приводит к объяснению образования новых веществ. Они садятся на очень низкую орбиту, на внутренние орбиты в атоме. И, по сути дела, ядро не трогается, остается, как оно было. А электронная орбита атома меняется, потому что захватывается эта частица атомом. И атом меняет свое... У меня был тут слайд. Изменяются химические и спектральные свойства этого. Что касается изотопного состава, вот это очень сложный и интересный вопрос. Но вот Леонид касался этого вопроса. И он, по сути дела, кое-что намекнул, что изотопный состав меняется в очень маленькой части этого... На поверхностном слой. Да, на поверхностном слой. В очень маленькой части рабочего тела. И вот эти вот... Я могу лишь только предположить, и об этом здесь говорилось, что все-таки ядерные процессы идут. Все-таки ядерные процессы идут. Но в очень и очень... Вот этот вот атом, он, представляете, он очень маленького размера. Вот Ион Баруто-Вежье. Он, по сути дела, ядерного размера. Он может вступать... Вот барьер вот этот вот... И он в атоме очень низко сидит. То есть вот К-захват, грубо говоря, вот этого возможен. И вот то, о чем, значит, мы тут говорим. Ядерные процессы с использованием этого, значит, вот Иона возможны. Но они идут в какой-то очень узкой зоне. И это очень незначительная часть процессов, которые идут в рабочем теле. Валер, можно небольшое уточнение? Я хотел спросить у тебя. Вот все-таки Ион имеет положительный знак, правильно? Поэтому сесть там на внутреннюю орбиту он никак не может. А вот нейтроноподобный вот этот вот у тебя нейтральный объект. Вот Ион может как медленный нейтрон выступать. И действительно может взаимодействовать с игром, мне кажется. Ну, да, мы примерно как-то так тоже думали. Но на самом деле положительный Ион очень маленький. Не Ион атома, а вот такая какая-то положительная частичка может сесть, как нам кажется, на внутреннюю орбиту. Но это наш домысел. Это верно. Еще есть? Ну, давай. Микрофон нажмите. Саша, может быть, уменьшите вопрос, и нам еще что-то надо показать. Я еще один докладываю. Ну, конечно. Про атом, вот Ион Барут и Вежье, это опубликована целая серия, там их с десяток статей. Вот этими физиками Барут, его сейчас уже нет. И Вежье его тоже уже, к сожалению, нет. Может быть, на современном уровне, не может быть, а точно, это можно сделать чуть-чуть получше. Но они, ну, достаточно, так сказать, профессионально, на уровне, который существовал в 90-е годы, провели вот эти расчеты образования электронных уровней вот этой системы. Расчет уровней этой системы. Квантомеханический расчет. Ну, ладно, вопросы кончились, но у меня есть несколько комментариев. Ну, во-первых, очень странно звучит, звучало такое утверждение, что, значит, почему мы верим закону Ропроли-Ленца, потому что он вытекает из уравнения Максвелла. Ну, прежде всего, этот закон был получен еще задолго до того, как были получены эти уравнения Максвелла. Это чисто эмпирический закон, который подтверждается всем опытом электроэнергетики. Конечно, и а почему это получается? Потому что, когда мы пропускаем электрический ток через проводник, он стопроцентно переходит в тепло. Это вот в идеальном случае. В большинстве случаев так и происходит. Если какие-то побочные идут процессы, там, с поглощением, выделением, конечно, это надо учитывать. Вот это первый комментарий. Второй комментарий. Так. Значит, вот.